Здравствуйте. И, конечно же, хочется их чем-то удивить. И, как ни странно, готовят обычно, да, вот разные какие-то вот такие подарки, и все больше и больше сейчас пользуются прям таким, не то чтобы спросом, а в тренде, именно изготовлением что-то своими руками. И, конечно же, хочется сделать что-то приятное. Вот я, в частности, буду делать для своего мужа, не знаю, как у меня получится. Елена, у нее свои авторские произведения, можно сказать, искусств, вот эти букеты разные для мужчин, для женщин. У нас впереди еще и 8 марта, и, конечно же, мастер-класс наверняка будет посвящен любимым женщинам, и тоже будем делать подарки. Я впервые участвую в такой трансляции на YouTube, очень здорово. Но мы по-домашнему, как обычно, без напряжения, как мы готовим еду для наших мужчин. Не в нарядной одежде. Поэтому сейчас тоже наши букетики и все, что подготовили, будем использовать для оформления чудесного букета под руководством Елены. Здравствуйте. Надо всех приветствовать. Кто не успел, тут подсоединяйтесь, пожалуйста. У нас будет возможность это просмотреть потом на YouTube. Купеты несложные на любую фантазию, на любой вкус, на любые запросы и потребности. Изготавливаем мы их. Ну, в принципе, они недолго готовятся. Единственное, что нужно учить, что букет получается весомый. Поэтому крепить это все нужно серьезно. То есть скотч должен быть достаться. Ну что, если все готовы. Слышно нормально? Да, отлично слышно. Мне отлично слышно, отлично видно. Я тут скотч готовлю. Сейчас я найду его начало. Продукты готовы. Упаковочные материалы даже на всякий случай подготовила коробочку. Если что, я ее обрежу, чтобы нужно было как-то крепить. Да, ну тогда начнем, не будем всех задерживать. Да, всегда можно будет посмотреть записи. Так, а я буду смотреть, как ты делаешь, и повторять. И потом уже покажу, что у меня получилось. Значит, начнем с того, что, если кто-то взял алкоголь... Так, вот так вот, наверное, будет виднее. Главное, чтобы камера не упала. Мы его начнем упаковывать. То есть крепить самый тяжелый предмет будем... Начинаем скотчем. Крепим за дно бутылочки. Один оборот. Так это, чтобы плотненько. И потом к нему крепим шпажки. Шпажек побольше, потому что предмет тяжелый. И чтобы не выпало. Я уже говорила о том, что букет получается тяжелый. Поэтому крепление тут уделяем большое внимание, побольше внимания, чем всему остальному. Все остальное, как бы, дело такое приобретаемое. А вот крепление нам нужно к этому вопросу отнестись серьезно. У меня бутылочка небольшая. Верхушечку обязательно вот так вот прикрепим, чтобы наши шпажки не вылезли. Все это будет спрятано в букете из-за бумажки. А фирма остается. Название напитка. Так. А шпажки к дну крепить именно или чтобы они... Так, видно. Вот. Видите, вот они... Ну, так, чтобы не спрятать, ну, не закрыть этикеточку. Вот. Дальше у нас есть свободный полет. Потом мы это все поправим по определенной высоте, которую у нас будет. А эти пенопласти... Это втыкать его куда-то нужно будет? Это, опять-таки, на усмотрение. То есть, если хотите, допустим, сделать как корзинку, не как букет, а как корзинку, тогда пенопласты все это втыкаем в пенопласты и уже потом оформляем. Так, сейчас я тогда шпажки... Ну, просто они ко дну прикреплены, и они почему-то у тебя вниз идут, да? То есть, они так должны быть направлены вниз. У меня банка с пивом, и, соответственно, я тогда тоже креплю их... Тоже за ним. Остреем вниз. Ага. Да-да-да, остеем вниз, чтобы ничего нигде не проколоть. Так, ладно, сейчас. Потому что, если ее вверх, шпажка может проколоть скотч. Да-да, все там крупно, уже крупно. Ага, хорошо. А сколько штук этих шпажек? Для чего мы их делаем? Это букет. То есть, вот, оно, получается, будет, ну, как ствол. То есть, это у нас основание букета, это как стебель. Ладно, сейчас я прикреплю и тебе покажу. Пока выключаем звук цветка. Так, чтобы я не уходила далеко от камеры, сейчас добавлю еще одну шпажку. Теперь мы прокалываем колбаску. Острой частью прокалываем колбасочку. Так, где-то на глубину 3-4 сантиметра, чтобы она была устойчивая. Вот так вот. Хорошо держится, она не упадет никуда. Выбираем так, чтобы было удобно вколоть. Вот так получается у нас. Так, я прикрепила. Сейчас я тебе покажу, что у меня получилось. И, может быть, там надо что-то добавить, скажешь. Да, конечно. Так. Вот у меня вот, посмотри. Да-да-да, я вижу. Вот такая укульпила. То есть, это нормально, да? Ну, сколько шпажек там получилось? Так, раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь. Да-да, нормально, нормально, нормально. Лем, сразу можешь их внизу, да? Вот я их делала так, чтобы, ну, у меня бутылочка. Попробуй их соединить и немножко... Так вот. Вот так вот соедини и скотчем немножко прикрутишь, чтобы они у тебя не были сильно широкими. О, прекрасно. Все, начинай колбасу накалывать. А то тебя не слышно. Микрофон. Накалывать на шпажке или на зубочистке? На шпажке. Подожди, они же у меня внизу. Мне брать другие шпажки? Покажи, пожалуйста, я не поняла. А что, у меня шпажки у тебя? Нет, у меня много. То есть, я теперь... Я как их... Покажи, пожалуйста, как ты их накалываешь. Вот так они будут у нас? Вот так оформляться? У нас, да, все вертикально. Все вертикально. Так, а у меня же такая колбаса, ладно, сейчас я ее прорежу. На другие шпажки. Не на эти, которые ты баночку прикрепила. Просто на отдельные шпажки. Я поняла. Я поняла. Так, пока Леночка наша накалывает колбаску, я покажу, как накалывать перец. Перец мы накалываем в эту часть, зеленую. Тогда шпажка будет держаться плотнее. И обязательно две шпажки. Немножко под углом, в разные стороны. В данном случае и перец, и колбаску мы накалываем острыми частями шпажек, то есть острыми концами. Я для разнообразия взяла два вида перца. Но смотрятся оба хорошо, особенно потому, что они длинные. С перцем чили надо быть поаккуратнее, потому что он острый. Чтобы не испортить весь вкус и весь наш букет. Прокалываем только в зеленую часть. В коренную часть стебля. Смотри, у меня вот такая еще колбаса есть. Как ее обмотать потом что-то? Смотри, попробую из нее сделать колечки. Сердечки? Да, сердечки, колечки, бантики. И если бантик у тебя получится, петелечка. Колбасу вот так я наколола, потому что я не купила такие, а купила, порезала. У меня тоже такая колбаска есть. Я вот буквально сейчас ее достаю из упаковки и также буду колоть. И вот эти, если я делаю их как сердечки, сейчас я зубочисткой, скорее всего, наверное. Все прикольно. Такую колбасу лучше двумя шпажками проколоть, тяжеленькую. Можно даже на три, потому что она довольно-таки весомая, чтобы не поломалась шпажка и не потерялась колбаска. Ну, я ее порезала. Ты большую купила, я порезала. Угу. Чисто для пробы получится, не получится. У меня букет, я его делаю первый раз. Прямо интересно. Получится, потому что делается с любовью. Так, все вот это вот. Ага, у меня еще один перчик не накладывал. Так, подожди, с этими бантиками у меня что-то. Вземла ручка никак. Покажи мне его поближе. Попробуй сделать крест-надпись, 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 и проколоть зубочисткой даже той же. А потом к зубочистке прикрепи шпажку. Так, поняла, ладно. Ну, ты и шпажку можешь проколоть, шпажка же тоже острая. Можно, но сначала надо придумать, что с ним сделать. Ты петелечку, бантики. Вот как вы бантики вязали раньше. Просто без ретенки. И буду, пока эта шпажка и будет. Ну, как бабочка получится. Очень даже классно. Так, ладно, кусок колбасы откушу. Можно и покушать. Ну, да. Можно только сделать. Так, микрофон не выключил. Я думала, выключил. Но все равно... Да, ну вот я рукодельница, конечно. Показывай. Надо было Ингу пригласить в прямой эфир. Она там в коробках делает это все. У нее там... А у меня... Какой-то... Чирик. Да, это очень интересная стрекоза получилась. Да, сейчас надо головку подрезать. Головку можно из маслинки сделать. Маслинку и головку. Ой, а что-то... Черри положи. Черри положи, да. Вот и все. Только в зелененькую проколи. Ага, вот так вот. Супер. А снизу можно кусочек сыра было вставить. Вообще у нас была бы бабочка. Не бабочка, да. А сыр есть вот такой. Вот такой есть сыр. Разворачивать его или так вставлять? Разворачивать его лучше просто скотчем прикрепить на шпажку. Зачем разворачивать? Ага, ну все, отлично, отлично. Так, ладно, с этой. Теперь к шпажке. Сейчас выключаю звук. Так, а я продолжаю накалывать перцы. Их вроде не так много. А я продолжаю крутить бабочки. У меня еще батон есть. А бабочки в покое мы пока сделаем дальше. А потом ты с бабочками будешь заканчивать. И я плавно перехожу к сыру. У меня еще где-то тут косичка есть. Вот сыр разрезаем пополам. Тогда получится у нас две косички. Два колоска таких. Тоже накалываем на две шпажки. Смотри, что у меня получилось. Еще одно. Ну, прекрасно. Смотри, какая фантазия шикарная. Это теперь не скучно. Да, теперь это самое. Украшение твоего букета будет. Это же оригинально. Да. Так, и теперь мне нужно прикрепить сыр вот этот тоже на шпажке. Да, вот так, как его вертикально, вот так. Просто прокалываю и все, да, вместе со скотчем. Тебе лучше не прокалывать. Ну, уже проколола. А можно просто... Ну, один, у меня его много. А что? Из-за того, что он в упаковке, ты можешь его просто обработать скотчем, да, обвернуть скотчем. То есть приложить палочку сбоку, допустим, да, и скотчем прикрепить. Один оборот. Нет, нет, это долго. Да, благодарю. А так оставляю. Тогда, коллеги. Ты мне потом скажешь, что делать с этими помидорками? Что-то он у меня какой-то... Вот, смотри, еще вот такой хлебушек есть. Его разворачивать? Хлеб... Ну, уже развернула. Хлебушек лучше не разворачивать, его можно было просто... А, ну, в принципе, это точно так же на шпажку находились. Ага, я поняла. Нет, у меня еще есть, поэтому я его, это... Заплею скотчем. Чтобы не высох. Так, да, места надо было подготовить побольше, конечно. Мы вам пространство. Так, у меня еще конфеты есть. Мой муж любит конфеты. У меня еще три конфеты зеленые. Ну, конфеты вставляешь... Вот такую. А, ну, все, тут же так же. Сзади шпажку. И вот эту кучу. Могу рассказать про наш клуб «Планета мастерства», который находится в телекан-канале. В этом клубе разные творческие люди, вот такие, как Елена. Также там очень много коучей, психологов, терапевтов, композиторов, певцов. То есть клуб создан для ресурсного общения, для того, чтобы люди делились какими-то своими интересными знаниями, авторскими программами. И вот у нас этот клуб существует уже год. В клубе ведутся передачи разного плана, прямые эфиры. И мы стараемся сделать его интересным и полезным для наших участников. И поэтому каждый раз что-то новое придумываем. Вот в этом месяце, в феврале, у нас тема месяца отношения. Мы разговариваем про отношения. То есть каждый там кто-то ведет вебинар, да, для клуба тоже это своего рода. Ну, специалисты такие, которые работают в отношениях, которые проводят свои курсы платные, а для клуба ведут бесплатные вебинары. Также мастер-классы, вот такие, как сегодня, да, мы обучаемся, как сделать великолепный букет. Вот тоже у Елены есть свои консультации. Вы можете к ней обращаться. Можете, у нее, у тебя интернет-магазин или что? То есть на страницу Инстаграм зайти, посмотреть работы. Также всегда можно вместе с ней согласовать время и сделать какой-то такой мастер-класс. По стоимости, сколько это стоит, все пишите в личку Елене. Если хотите участвовать в мастер-классах бесплатно или за цену, которая идет со скидкой, присоединяйтесь к клубу «Планета мастерства». Следующий месяц, это месяц у нас март. В марте месяце мы обсуждаем деньги. То есть у нас готовится четыре таких мощных вебинара. Будут проводить эксперты и по финансовой грамотности, и по мышлению миллионера, и также по ценообразованию для коуча-психологов, и, в принципе, для любых, кто связан с продажами какой-либо своей продукции, своей творческой продукции. И по инвентаризации это именно для поднятия самоценности. Это будет у нас планироваться в марте. Ну, соответственно, и также другие разные события. Опять-таки Елена проведет мастер-класс по подготовке к 8 марта, потому что своим любимым мамам, девочкам тем же самым, своим доченькам любимым мы можем сделать такие же прекрасные букеты. Букеты делаются из конфет, из игрушек и из чего угодно. Поэтому все в ваших руках. Присоединяйтесь. Ссылку можете найти, в принципе, у Елены, наверное, там мы сделаем ссылку на клуб. Но единственное, что не на клуб, а на личку. Вы напишите Елене в личку, потому что абонемент в клуб стоит 1500. рублей в год, то есть эта сумма небольшая, 150 рублей в месяц. Но те знания, те навыки, а самое главное ресурсное, вот это окружение, развивающее спороактивными людьми, оно вас стопроцентно выведет на другой уровень, на более интересную жизнь, на общение с интересными людьми, с успешными людьми. Леночка, может, ты хочешь что-то сказать, потому что я тут могу говорить долго, я обо всем. Алло, алло, слышно меня? Да, вижу. Смотрите, ссылочку на клуб и на мастер-классы я прикреплю ниже под этим видео. Также на Инстаграм-каналы мастеров. То есть вся информация, которая будет интересна, вы можете писать на YouTube-канале. Да-да-да, шикарно. На YouTube-канале. И... Ну что, Лен, давай я тебе покажу, объясню, как тебе чили прикрепить, да? Да-да-да. Ты взяла перья на веточки или отдельно? Отдельно. Потому что я говорила, лучше на веточки, они вот так вот отдельно. А у нас нету, у нас в Сургуте я не нашла. И у нас вообще было минус 34, и сильно там, вон, я прошлась по магазину, по морозу, и отвыкла уже. Надула себе глаз, утром проснулась с покраснением, поэтому, видишь, поэтому я как бы очки одела. Давай тогда что-то придумаем, к чему же нам черепа прикрепить. Смотри, попробуй тогда зубочистку и вклой, допустим, в ту колбаску, которая ты резала. А-а-а, я поняла. Только не глубоко. Вот эту, да? Да-да-да. А, мы можем несколько, да, сделать? Угу. Космический вариант. Помидорки могут потечь, поэтому жалко, они как бы... Не, не, потекут. Не, не, сделаю, я ему подарю сегодня. А, вишенка на торте. Так, с сыром ты разобралась, уже сделала? Да, я креплю. Так, перец есть? Что у тебя? Перц нет, вот помидорки и вот разная зелень еще осталась. А, все, тогда, значит, я у меня, в принципе, тоже с креплением... А, кока-кола у меня еще есть. Что есть? А, кока-кола точно так же, как с пивом. А, пять его? Ну, а как мне это в один букет? Может быть, не нужно мне это в один букет, я потом сделаю. Потом? А куда его? А как можно две банки совместить, я не пойму? Их можно рядом, одну можно ниже другой. То есть, все зависит от того, насколько у тебя широкий или высокий букет получается. Нет, давай то, что пока есть, мы это прикрепим, а остальное у меня еще же зять есть, поэтому есть. Зять получит кока-колу. Кока-колу, да-да-да. Так, а эти комитарки? Ой, отлично, мне прям так нравится. У нас, кстати, еще и в клубе проходят марафоны, в которых участвуют разные спикеры и тоже со своими, в рамках одной темы, со своими мастер-классами. Вот у нас был марафон, назывался «Я творец». Участвовало 16 или 18 человек, и были такие девушки, которые проводили мастер-класс, вот как делать украшения из камня, да, вот прямо вот тоже есть в Ютубе запись. Сыр, у меня моцарелла, я его тоже так вот режу. Ты меня зачем, я пленку взяла? Ну ладно. Так, что еще? Конфетки, да, ты мне сказала прикрепить. Сейчас покрепим. Сыр я креплю на шпажке. А, и как же ехать, и конфеты, они, кстати, не крепятся. Сколько не крепятся? А, очень, боже мой, я пытаюсь их проткнуть этой. Не надо. Не портю. Беловежская пуща, реклама конфет. Знаешь, что за это их осталось. Всего лишь три на прилавке. Я думаю, раз разобрали, надо брать. Я была на странице у Елены в Инстаграм. Какие красивые там букеты, великолепные просто вообще. Как фантазия. А скажи, ты эти букеты, вот у тебя свой интернет-магазин, или ты как-то сдрешь, или это чисто подарок своими руками? Я видела, что у тебя там еще и украшения какие-то. Да, у меня есть украшения. Да. Деложи, пожалуйста, на себе. Я могу, но почему-то не продается. Ну, потому что тебе надо пройти мастер-класс по ценообразованию и по продажам. Как формировать стратегию продаж. А об этом у нас будет говорить Анна, как раз в марте месяце, в клубе. И у нее очень интересная программа, называется «Инвентаризация», когда мы просто вытаскиваем вот эти ценности, наши знания, наше образование. Мы понимаем, сколько мы знаем. Знаем и молчим. Вот. А дальше идет нам, как мы их применяем. И дальше уже, как их продавать, какую стратегию. Потому что существует пять стратегий продаж. И Анна нас этому научит. И кому интересно, тоже присоединяйтесь. Да, оплачивайте взнос. Тем более перерасчет идет до конца года. Сейчас в этом месяце, кто присоединяется, это 1250 рублей. В следующем месяце уже на 150 меньше. И так далее. Это для новеньких, кто захочет присоединиться в клуб. А для того, чтобы попасть туда, пишите в личку. У меня будут даны контакты. Ну, Леночка даст. И вот, пожалуйста, пишите. Да, я укажу контакт на странице Ютуба. И все желающие... На Инстаграм все желающие в личку напишут. Я уже им тогда скину ссылку. И делаем то, что все по клубу. И какие ты делаешь украшения? Расскажи, пожалуйста. Я видела у тебя браслеты из камня. Или из чего? Что это за материал, который ты используешь для украшения? Украшения в последнее время мне стало интересно очень делать из медной проволоки. Я просто выспомнила от этого материала. Вот буквально то, что сейчас под рукой. Ага, покажи. Ух ты! Вот это да! Какая красота! Слушай, вот тебе... Это же можно делать брюки, это можно делать подвески. Это броши. Это вообще чудесно, великолепно. Вот тебе скорпион, скоробей. Или кто это у тебя? Скорпиончик. Это просто не... Можно делать с гимнами по знакам зодиака. Да. Поэтому как бы немножко другая тема. Выставляю в Инстаграм. У нас есть в клубе Планеты Мастерства Юля, который делает, плетет разные... Вообще очень много людей, которые делают своими руками. Татьяна, которая делает браслеты и делает эти брелки. И она, самое главное, мы у нее заказывали, она присылала нам брелки. Ты же можешь тоже выставить свои работы и на заказ. О, я вижу, какая красота. И на заказ делать. Поэтому надо выставлять, надо выставлять, надо об этом говорить. И мы с тобой проведем прямой эфир. Тем более, если есть такая возможность в YouTube, ты мне научишь. И можно ли прикрепить здесь обложку? Конечно, все можно. Можно прикрепить красивую обложку ютубовскую. Все отлично. Людей будем переформатировать. Ну и с Инстаграма на YouTube. И также в Инстаграм тоже будем включать запись. Попробуем в следующий раз тестовую сделать. И мы с тобой очень классно сделаем мастер-класс. А потом можно будет вообще передачи вести. Тебе вести передачи. Платные вебинары. Мастер-класс по изготовлению вот таких чудесных деревьев. Да, у тебя получается. Тебе удачи, счастья, денежные. Дерево. Денежное дерево. У меня дочка, у меня есть очень интересная история про денежное дерево. Моя дочка была, училась в третьем классе. И ей очень понравилось делать вот это. Или даже нет, наверное, не в третьем. Наверное, класс пятый. Ей понравилось очень делать вот эти сами деревья. Она увидела. И прям ходила, удивлялась, что за чудо такое. Купила все, что нужно было я ей для изготовления дерева. Но научить никто не мог. И, в принципе, я не знаю, если не могла разобраться. Работала у меня одна женщина, которая делала эти деревья и выставляла на продажу. Это в Кишиневе, когда мы жили. Вот она пошла к ней, попростила. Она, правда, первый раз ее выгнала, отказала. Она пришла домой, плакала так. И потом второй раз пошла. И она говорит, ладно, садись и смотри. И вот она села и смотрела. И вот надо же, вот ребенок сама, да, самостоятельно научилась делать вот эти деревья великолепные. Там яблоньку и дерево счастья. Вот это у меня тоже стоит, стоят ее эти деревцы. И очень здорово вообще уметь что-то делать своими руками. Это так великолепно, так вдохновляет. Так, теперь что ты готовишь? Теперь я уже готовлю упаковывать. В принципе, к концу нашего шабибриального букета. Упаковывать? А мне надо тогда тоже. Я нашла пакет. Спасибо. Можешь выключить микрофон, чтобы не слышно было. А камеру я не смогу выключить, да, опять? Потому что у меня еще одна мышка. Странно. Я могу выключить все. А, все, я выкинула. Итак, теперь начинаем упаковывать. Как я уже говорила, здесь для того, чтобы это было более прочно, понадобится довольно-таки много скотча, поэтому не боимся, не стесняемся скотч. Так, все видно. Скотчем обрабатываем серьезно, не жалеем. Так, все видно. Так, все видно. Так, все видно. как это водочка и без перчика составляем так как нам нравится как мы это видим как нам удобно хочется обронить бутылочку извините конечно что скотч но тут такой процесс без этого побочного шума никак у нас еще и зелененький перчик тоже сюда не будем портить общую картину все дополнения конечно закрепляем что мы вносим такие дополнения обязательно закрепляем так есть шикарная колбаска тоже украсит наш шикарный букет всегда мне это не нравится в скотче когда он берет и приклеивается самый ненужный момент ну так бывает что сделаешь так пошли в ход наши колоски и 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 половину не ставлю охотничьи колбаски как же без них мужчина охотник лен все получается тут и прям выключилась да у меня тоже не так много пространства поэтому я пытаюсь тут как-то разместиться сейчас покажу но я поняла что сейчас надо все это как-то скомпоновать каким-то образом так как вот вот просто смотрим и вот куда глаз и даже вот я говорю вот еще и уже дополнительно еще ставлю шпажки я смотрю что на мою колбасу по одной шпажки мало я тебе говорила да колбаска если плотная то лучше две палочки вот так дорогие мужчины не так то это просто все ради любви к вам вот так потом приятно будет разбираться мастер-классом с мужем смотрели фильм эверест и я смотрю что это надо уже уже время время давай быстрее побежала там готовится вот куда соскочила я говорю сюрприз делать сейчас закрылась комнате нахожусь комнате закрытой дверью выйду отсюда с букетом так вот где-то Кусочки хлеба. Хлеба на самый верх и сзади. Как бы положим это все на хлебушек. Звук хруста мы остановили, но что-то говорить все равно надо. Сейчас попробуем. Так, с этими палочками, они очень хрупкие. Вот наш бокер с задней стороны. Вот так вот у нас смотрится. Хочется мне этот перчик добавить по красному. Хорошо. Вот так вот. Мои багетные палочки, которые очень хрупкие оказались для этого варианта. Я попробую закрепить пакетики, чтобы их не крепить скотчем. Это же продукт, это же съедобное. Целлофоновые пакетики. Я попробую закрепить пакетики. Ну все, вот как-то так. Я думаю, этого достаточно. Будем завершать. Делаем такую обнимочку. Бумагу немножко заворачиваю. Получается, как бы обнимаем руки. Все, обнимаем. О, самое главное забыла. Надо же обрезать лишнее. Обрезаем длину лишнюю. Лена, у тебя как, все получается? Лишнюю длину лучше отрезать кусачками, потому что ножницами получается. Я покажу. Вот так вот будет виднее. Вот я отрезаю, выравниваю все наши хвостики. Вот так вот. Вот так вот. Вот так вот. все и мы выходим на финишную прямую все и мы находим на финишную прямую Продолжение следует... Поправляем все, что нам кажется слабо видно и завязываем бечевочкой. Если где-то бумага плохо лежит, то ее можно степлером подкрепить. Если плохо там где-то закрепились. То есть все это решаемо, все это поправляется. Вот такой у нас букет. С таким букетом приятно выйти к мужчине, к любимому мужчине. Камеру. Это очень сложно по большому вообще. Сейчас я покажу, как я его скрепила, что у меня получилось. Вот такой букет. Шикарный букет. Леночка, расскажешь потом, как отреагировал твой муж? Обязательно. Если я до него донесу, у меня уже удары отваливаются. Сейчас ставлю новый. То это я сфотографирую. Я думаю, что он отреагирует просто великолепно. Это самое главное. У нас же важная реакция. Да. Вот такой букет. Я очень рада, у тебя купился первый шикарный букет. Даже лучше, чем у меня. Но ученик всегда должен призы к мастеру. Ой, ты что? Мне очень тяжело было. У тебя великолепно, красивый такой. У меня тут... Ну, будет разбирать тема интереснее. Будет разбирать. По кусочку, что, как. Да, это непросто. Я вам скажу, без мастера, без проводника. Не знаю, это очень сложно сделать было. Что получилось, то получилось. Можешь даже заскринить. Вот такой мастер. Фотографию красиво не выставишь. У тебя очень красиво получилось. Я очень рада. Я благодарю тебя, да, за такой чудесный мастер-класс. Я бы сама никогда не собралась, не сделала. Вот реально, я смотрела, как другие делают. В магазине бы пошла, купила что-то похожее. Или вот сестра моя в прошлом году делала там, на мастер-классе мужу подарила. И в этом году мне так прям захотелось. И я тебя благодарю, что ты нашла время, что ты провела этот чудесный мастер-класс. Обязательно в записи смотрите и делайте. До 23 февраля еще есть целый день. Так что все. Да, это все. Можно купить вовремя матери и продукты. И все это можно сделать за час. Вот мы с тобой справились за час. И то это соединяем. Здорово. Газами, а так, в принципе, газами. Конечно. Сколько мне, мне непросто было там все это скрепить, понять, как все это соединить. Еще и могу. Благодарю тебя. Все, завершаем. Дорогие наши мужчины, поздравляем вас с наступающим 23 февраля. Оставайтесь защитниками. Оставайтесь смелыми, гордыми, сильными, целеустремленными. И не забывайте, что мы ваш тыл. И мы всегда вас ждем, любим. И идем за вами. Всего хорошего. Я очень рада, что у тебя все получилось. Жду реакции. Да, поздравляем. Наступающим. Пока-пока. Благодарю. С наступающим. Поздравь всех мужчин тоже. До свидания. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok